В другом пели? Это когда? Да. Вот, просто берёшь маховые и всё, и обмотал. И всё, он уже не поднял всякие визитки, птичий рынок, всё для голубей, вот это всё. Я с этой сумкой везде, по Уралу, Алтае, всё обехал. Куда едешь, всё вот рядышком. Тут, на всякий случай, это всё так вот. Опять скотч, там всё это. Всё, схватил сумку, полетел, побежал. Сейчас в деревню ездили, запускали голубей. Еще раз, откройте я на макарсъёмки. А чё, тут всё просто, никакой мудрости-то нету тут. Так это одна только сумка, есть ещё одна такая сумка, там чуть побольше. Та для и кабинов, у них голова большая, высокая. У меня большая сумка, я открыто делаю это. Да, это тайно, без справки, сейчас же справку-то надо же деньги платить. Я считал, в большом ящике вас с венцами ребятишек сохраняли от сожжения. И они не плачут, ничего согнувшись лежали. Они поносили туда, и они с ними там и жили. Дети. Юрийские дети. Ребёнок согнутый, и он ни звука не издавал, знаешь, там смерть. А в коробку? Да, и в чемодане. Ребёнок согнутый, как в утробе матери. А поносили, дальше раскрывали, а потом кормили, он опять лежал. Какой брат ты мой? Интересно, это вот моя спецодежда такая, тут всё, она вся в помете, смотрите. Раньше, раз когда пошёл, иголы вот между спиной и подрясником вот сюда, и по спине, до поясницы, я вот так вот так вот встал. А, хорошо, тут прям попало. Беда. Сейчас покажу здесь. Вот здесь, ну пшеница, как я храню пшеницу. Мне посоветовали пшеницу, если в бочке черенок от лопаты втыкаешь, и вся влага выходит через этот черенок. Можно в мешках хранить, а можно у черенок воткнуть. И стоит спадненько. Возьмите, она. Что-то у рога было. Вот кирпич вчера долбили. Ну вот, вот деревяшку воткнул, и влага вся выходит через неё. А какое? Дерево какое? Обычно дерево там какое-то. Раз и нет, беремен, лосину. Мне кажется, без разницы. Сосна вроде. Сосна вроде. Ну, может это неважно что, но, как вы говорите, черенок лопаты. Ну, тут подписано, какой хорош, какой плохой, какой год там, как вот так вот еще. Хорошо, смотри, в бочке. И сколько в бочке килограмм? Даже не знаю. Я вот по мере того, что это плохое просто, да. Какие-то пшеницу просто так вот у меня лезут. И крыс у вас здесь нету? Ну, были, а в бочки-то она не залезет. Были, раньше были, сейчас что-то нету. По крайней мере, если бы они мешки погрызли, посыпалось бы, но вот нету. А я держу на крыше. А? Лодки ваши? Это лодки, да, мы на острове плаваем. Там есть у меня ледоеды, крысы такие-то. Утром привожу одна штука от этих голубят. Ничего не мог сделать. Тогда пришел с голубей, срочно забрал, увез в деревню. А здесь изнутри, она у меня голубят, например, вот такая вот. Вот это место здесь. И полностью всю изнутри обил железом. Вот это да. Этим обился. Вот хорошая пшеница, но плохо едят, представьте. Нормально, очень хорошо. Хорошая омская, но плохо едят. А плохая с мусором. Плохая с мусором. Вот. С мусором. Ну просто шум за ушами стоит. Едят хорошо. Я никакого различия не делаю, у меня все вместе. А может какая-нибудь модифицированная? Я беру то и другое, мне староста дает. А это замес у меня, вот это же замес я сделал, смотрите. Вот. Семечки сами накутать уже? Алтайские. Семечки, да, натолкал все это. Алтайские. Да. Это вот для гнезда. Это вот для гнезда. Тут скосили, думаю, что куда-то ездить. Я обычно сено беру, знаете, когда от Иордани? 19-го купаемся в Иртыша, окунаемся. Сено под ноги, чтобы люди не мерзли. На следующий день, 20-го января еду, собираю все сено. Оно освещенное крещенской водой. У нас тут батюшка есть, голубей держат, в Нижневартовске. Я ему жалуюсь, вертячка. Он говорит, знаешь, что крещенской водой по крапиве все пройдет. Точно. Я вот с крещения беру сено, привожу и все, и в гнезда, и нормально. Это долбили на клев это. Они лучше, чем пшеницу едят кирпич. И мы сейчас насыпать пшеницу и кирпич, они будут долбить кирпич. Будут все съедят. Вот это на полгода. Это все съедят, ничего не останется. Это кирпич от храма. Там реставрация и старый храм, это 17-го кирпич. Я современный кирпич не использую. Это нормальный кирпич. Без добавок, без всяких кирпич. Потом это следи, и пшеница тоже. Потому что утром, на ночь они закрывают. Давай, Николай, иди ложись. Тут статлы и живут еще белые, алтайские. Музыка Что за такие? Татя, садите, я же ждал. Садите нас, пришел. Ещё на камеру снимают. Чего на камеру смеете? Садите нас, пришел. Инопланетяне? С Марса. Ааа, миссионерство. А я тут уже посмотрел ваши голубей. И мне три голубей не думал. И я натолкнулся на такого первый раз. Я до того на вас делился. И хожу, я хожу, да первый раз встретился. Монах, это я душу не сторонняю. А как вы могли бросить голубей свои? Ну, что занимаете? Я же в федеральном родственном. У меня поставленный человек, который смотрит. Так оставлять-то сейчас самый сезон же, что надо заниматься. Понятно, но дело-то какое дело. Мы на выехали с первой комиссией по разделе. А что за миссия? Евангелизация, к чему патриарх призывает. Мы выехали с Евангелем, с Библией. У меня вышло из-за 32-ти. Знаете его на Кирилла Сахарова? Нет, наверное. От Храма Христа Спасителя 200 метров храм. А, Бересневку-то знаю храм, но... Вот у него больно, сейчас операцию мы сделаем. Он без ИНН также служит, да? Да, без ИНН. Его преследовали. Вот все снимают, вот пидак. Я же все камеры сразу уничтожаю. Ладно. Скажите, пожалуйста, какие у вас породы? Породы? Породы серьезные. Я смотрел эти как сорочины. Пойдем покажу. Так, спустите, ребята, снимут это все. Дома я покажу. Видите, что вы же подогреваете, у меня заморозки. Я подогреваю зимой. А обойные у меня погибли. А потом забрался колонок, у меня было 6 пород разных. Вода очень быстренько все. Ну, кому много, да, вредите. Теперь я взял у голубянки 9,60 высоты. И она упирается в железный большой лист. И они доходят, и дальше никак нельзя. Ну да, да, да. На этом все. Понравились мне очень. Я душой отдохнул тут бежать. Правда? А я на кладбище отпевал сегодня, а? Я с детства занимаюсь, я уже 60 тысяч лет голубями. Понятно. Значит, это мой пород, это моё детство, да, желудок. А вот у меня такое двущего, точно такое желудок? Голубочка. Такого же цвета. Что такое? Значит, я их держу. Я не гоняю, потому что они бестолковые, с ними работать надо. Да. Затем почтарка осталась одна. Мне тут было много белых почтарей, я раздал. Ну, попросили, отдал. А сейчас её набрасываю, она ещё в тени с 30 километров отсюда летела. А вы знаете, когда прилазили к нам, на 1700 километров они ушли. И пришло где-то у них около 70 процентов. Как раз близкий мой человек и сейчас. Не заниматься надо, но вот что-то я так. Значит, гривуны вот эти, пермские гривуны, местные породы. Пермские. Они высоколётные, высоко поднимаются, долго летают. Я их люблю, вот у пермских. Что-то я на них остановился. Почему? Потому что я ж не буду лазить по крышам, гонять, свистеть там, махать. А эти, выпустил, всё, ребят, на работу, и они уходят вверх. Ах, как он наздался. Поглажи его. Поглажи, пожалуйста. Он такой хорошенький. Ну, Вальяничка, ну. Как трассульщик ты мой. Ах, текущий. Брачок полез. Ну, ты тут у меня две пары такие, у них хвост дает брак. Да что ж, отец, мы сами такие. Ну, ты когда говоришь, я сам беспокоил. Не, ну, я такие продаю. Бакинцы, мне мрамор довольно нравится. Ну, вот дали чёрного. А кто дал? Крупе мрамором, Бакинцы. С разных мест. Есть с Пургутка, с Лангипаса, есть с Новоуренгоей, есть с Голубка, Двухчурбун, Новоуренгоей. Это крестковый крестовый монах. Это помешанный. Это, ну, там английский, с русским этим помешанный. Крупный. Ну, он мне что-то птенцов не дает, я так спарил его с Оголубкой. Потому что он несколько лет уже, с 8-го года птенцов не дает. Вот крестовый. У них стандарт должен быть 10 чёрных маховых. Чёрный хвост, значит, да, чистый. Подхвости, надхвости чёрные. Потом голова чёрная, грудочка небольшая. А чуб белый должен быть. Да, да, да. Чуб белый должен быть. А то совпадает. У меня были именные кольца. Ну, сейчас как бы заканчиваются именные. Мои личные. С адресом. Первый раз встречаю, чтобы занимался. Ну, как? Так я ж Салтая же. Ну, это Двухчуба. Она сидит с этим вот как раз крестом. Я под них подкладываю. Потому что он не даёт голубей. Иначе, он Салтая говорит. Ну. Салтая. Ну, вот положил. Бакинцы кормят чубатую жёлтую. Из-под жёлтых чубатых. Это бакинец. Какое диво просто. Падокантом сидит даже. Ничего себе надо жить. Знаете, всё, папа. Это бакинец. Ну, покормили. Вот эти вас сильно нашибают. Это есть чибисы. Такая птица болотная. Вот они. Вот они. Вот они сидят, которые черноголовые. Пара павлинов. Это сестра тут у нас. Ну, она ей нравится. Павлины. Они как камин для меня. Нет, ведь не отапливаются. Мне подпустили таких. Они где погибли. Нет, павлины крепкие. Мороз любо перенесут. Я вымораживаю. Слабые должны сдохнуть. Вымерзнут. Вымерзнут. Больные. Все замерзают. Должны замерзнуть. Должны замерзнуть. Тут замерзают. Это ихнее дело. Вот. А павлины крепкие. Они, хоть бы что, море по колено. Вот тут новую кровь завез. Сейчас в Москву. Новую кровь завез крестовых. Так что я сейчас не ворую. А? Не воруешь? Да я бы рад, чтобы своровали. Я бы с дикарей начал. Никто не воруешь. Никто не воруешь. Замерзи просто. Хоть бы раз. Один раз. Вам уже пытались залезть. Сетку вон там они. Прорезывали чуть-чуть сетку. И то... Сейчас. Сейчас. Еще маленько. Зажгите. Залезь туда без гнезда. Очень интересно. У него поиска. Сейчас давайте храним. Красота-то какая. Там есть две пары столпных. Игорь. Это Роман занимается у нас салтаром. Покажи пока не улетели. Сейчас. Батюшка тут постоит. Давайте сейчас. Возьмем. Сейчас. Возьмем. Ты там посмотришь. Куда ты ушел? Куда ты ушел? У меня из Валера. У меня из Валера. Из Валера. Возьмем. Из Валера. Возьмем. Теперь посмотришь. Where's my studio? Возьмем. 口. Возьмем. Насколькоpared. Через дырку их угонять Я их через Валеру угоняю Они сюда вылетают? Да Душа моя поет Давай подальше На работу А этот больной Этому нельзя На работу Пошли Сейчас я Там есть установка такая У него которые уходят У меня сейчас таких нет Как чай Как чай Вечером для косточек Они уже делают экзакатов Это вообще первый раз на крышу он там вышел Белый чисто белый Первый раз вообще летает За всю свою жизнь первый раз Вот на ладони Он даже попасть не может Видите? Ага Но беда знаете Порода тем плоха Они высоко поднимаются Резко погода меняется Тучи землю прикрывают Они летать охота А землю не видят Их ветром уносят Их ветром уносят теряются У меня такие были Сколько унесло Уносят Да То есть хорошие крепкие голуби Умницы А нету А бывает такое Которые крутятся Не рассчитывают Там землю ударят А я от бойных отказался У меня только бакинцы бойные Но они что-то Они Потому что снимают Как терпеть не нужно камеру Поднимаются стопом Прямо на одном месте Как это открываешь Ну это Это хорошее Вот на одном месте Трепешится 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 В облака уйдет Ну это надо Таких Это надо с ними работать Как в Николаевских Берут Уносят Ну что мне ловить ходить Коробку таскать Уносить Николаевских Уносить надо И ждать когда ветер Я буду сидеть здесь И ждать ветер Когда пойдет Грибуны в любое время Пустил Они пошли Утром сегодня Высоко поднялись У меня сегодня В 5 утра Я как встал что-то Думаю Ну вперед ребята У меня вот этого тролина Вообще ястреба нету Я жду когда он прилетит У всех долбят Все боятся выпускать Вообще не выпускают У меня его нету А если пролетит Шаль ночью Куда-нибудь Все До свидания Что вы сделали Ребята сделали Как раз он Участник Вот такой высоты Крест Вышли два священника Палили святой водой И откуда он прилетает Из-за воды И в ветерях Дерея Вся общая Скажи Как отрезало Увидел ястреб До креста долетает Вдоль пролетает Сюда не один Я стихотворение такое написал Только воняло Где-то падали Я вот там Сосветил крест Там лех не пускал В паломнику И долго нету Мы ее пошли Вверх дохали И осветили крест Повесили в ветвях Его и больше не разы А то Вот еще Самые легкие Самые элитные Хватает Ничего не делаешь У меня здесь нету Нету У него крестерская скорость Надо три больше Нету Почтари те уходят Те молодцы Почтари Один Почтар Головка с ними летает Уже научилась летать Так как они Много потерялось Потому что Вот унесло А два года назад ураган был Ну что если крыши срывало Вот дом этот пятиэтажный Крышу сорвало Я вот на детский городок упала крыша Остановки автобусные Повырывало Повыбрасывало Тут много Тут тополя поломались Так вот Рассказывает Студент говорит Иду Голуби сидят Потом миг и голубей нету Перебитые крылья Ноги вот там На площади собирал Какие вообще насмерть Просто покойники Там видимо Как стены дома ударили Все Это позапрошлый год А в этом году нормально Сейчас я Слышу Чтобы Молодые Молодые У меня молодые как раз сидели Ураган И сколько у вас Примерно Считаем Не считаем А как вы заготавливаете Формы Пшеницу у вас Ходы какие Нет пшеницу Тут Сколько Надо На землю На землю У меня там Бочки Запас На много лет Десятков Десятков У нас землю Деревня православная Староста Мне дает отходы Но я сразу перевожу Пшеница У меня тоже Забыто все Пшеница плохая С мусором Просто еще хуже Один мусор Ну бывает Ну как продадут Такую Откроешь У меня хорошие Перерубленные А сейчас говорят Очень хорошо Комбикорм кормить Я даже брату посоветовал Комбикорм И пшеницы как на дрожжах растут Комбикорм Там все есть В гранулу Там все Все что хочешь Не про элементы Я сейчас кормлю Пшеницей И комбикорм Вообще хорошо И птенцы растут И они крепенькие Больных нету Михаил Васильевич Как он может видеть? Да ну ладно Ага Ну это не к телу Не к телу Не к телу Гологрям Он провел Да где же он это солит Мы утром в 4.40 встаем Мы уже часов в пол-пятого В пол-пять везу Я говорю Даже не увижу Я до восьми здесь был Счет наверное попозже Начало девятого Я ушел отсюда Я с пяти По огороду ложу Голубями занимался Мы тут покупали сегодня Покушали Два раза Дождь встретили А подарок У меня гроб уже стоит С келью А вы знаете какой подарок? У меня гроб есть Может ничего не надо Да я не читай Некогда Я сейчас рисую У меня картина У меня вышло 38 книг Покушали И Новый Завет Полное толкование По святым отцам С откровением вместе Такое толкование Есть же тут Такого нет Ну там 297 комментариев О необходимости Прополитского Божьего Под космоподарок Путину Медведев Патриарх У меня паспорт советский Я эту правительство Эту власть Я вообще духом не переношу Не знаю Я не переношу Я по советскому паспорту Получил загран И в Герусалим съездил И слава богу И все действительно И нормально И за правителя Не хожу Не голосую С меня даже крест снимали За то что не ходил за Медведева А мы никогда не голосуем У нас один человек не голосовал Ну я не голосую Но тем не менее Меня в запрет отправили Что снимают? Вот жулики А жульё Сейчас я дрыну возьму дубину Это И все плохо будет Ну смотрите что Я тут столько крамалы наговорил Ничего Сейчас мне надо Сейчас ФСБшника пришлёт Вот жулики Давай вечером Они должны сесть Не Они в любом случае сядут Они сядут Они там что-то сейчас И спать Хотя бывает допоздна По темноте уже опускаются Что-то Голуби Это такое бесполезное занятие Но это любовь Какое бесполезное Ну я не понимаю Это яйца Курица А у меня ещё нет Я долго не продал ни разу Я тоже не продал Я только ущерб несу На красоту это Посмотрите А это эстетика? А цветы А вот грядка целая Вообще напрасно Никуда Ни помидор, ни огурцов Здесь ничего Одни цветы и что? Он алтайский бадан растёт Кстати Там у меня Меня тоже надо в тюрьму сажать Я это Моральник привёз Чемало Моральник Он бадан алтайский Тут вот жарки Вот эти вот здесь Он сейчас сегодня срезался Именно жарки алтайские Тоже с гор притащил У меня просто к стенке надо Сразу пулю в лок И всё Я тут натаскал Тут красную книгу Понимаешь Там занесена А я тут Так вот цветы Пожалуйста Тоже бесполезное дело Вон у меня Сколько георгины Занимают место Цветы Вырезать И посадить Кукурузу На несколько штук Да пожалуйста Да пожалуйста Да пожалуйста Вот Таким образом Не дали Я говорю Гусик Гул куда залез Пошёл Вышел Гусик Моральник Надоело Курица худощительная В голодан залез Хоть свой день воркует И не надоет Ну да Там куры у меня живут Ох Две породы Брамы И эти Бельдамки У нас одна сестра В деревне Она шерсть пород Здесь Такая есть Это взрыв Макалоны Ага Это пюро А есть Да Кух Сейчас курицу В бочку посадила Она в воде сидела Парень Парень собралась Это наше лекарство В бочку Ну надо куда-то на ночь В бочку Я кажу В ВВГ Обратно Он протеерей Семь летом Настоятельно Молодцы Потом Ну Ну Собой Семь летом Стоять Отдовольский что ли? Да Стоять Угу Это было до 91 года Будетая Уже в 90-х год Ну Я же повещал А я был здесь Но У него иногда этот Овечек Гостаршин готовил Там Семь его заготавливал А у него утром они Подлетают И на дороге вообще Соботно Опять свое хозяйство А у нас, видите, крестовых я в изоляции держу, потому что крестовы любят жениться на всех подряд. Я специально два отсека, там вот так, они у меня отдельно. Я их сейчас не... Я их отдельно у меня заходил. Где-то под Барнаулом, да? Мы 150 километров от Барнаула беременно строим православные. А у вас в этом интернете есть? Не, я не пользуюсь компьютером. А там, может, говорят, сайт. Не пользуюсь вообще, я туда не ложусь. Я даже не умею компьютером пользоваться и не включаю его, и вообще в руки не беру. Там у меня 50 километров, блин, насчитанных. Дискот слушает, там 21 километров от Барнаулы, 21 километров от Барнаулы. Ну, включил, а там даже всё не было. Ну, я слушаю, я картину слушал, слышу, лекция выходит. Да? Ну, там, кто-то всех на луну просит. Мне вот это понравилось, у вас, к вас, и мы, переделя, мы когда строили деревню, точно так же, посредине назвали дуб мамбрийский, и так же еда, кто приедет, чтобы поесть. У нас тут самовар, у нас всё сходится с вами. Смотри, где они пошли, пошли. Мячикович, он вас пригласил туда. Туда пригласил, так подождите. Я не расслышал, я полнослышал. О, он же, вольер там ещё, с этой стороны. Да. Вот тут птички крестовые. Манволета чуть побольше будет. Все колокол у меня выходит по колоколу. Вызываю их. Ну и только что покормил. Условный рефлекс, но только что покушали, они уже были. Я тоже. Семечки любят. Я выйду, они на руки садятся. Много гороха нельзя давать, потому что птенцов разбухают. Горох воду влагу впитывает и птенцы сохнут от недостатка влаги. Почему маленьким птенцам нельзя горох? Гороха должно быть очень мало. У меня второе поколение погибли. Мне говорят, убирай горох. Чуть-чуть, на ведро, в стакан буквально. Мало гороха, все нормально, хорошо. Птенцы не погибают. Я перестал горох давать только, когда на руку садятся. Вот это где-нибудь на улицу увидишь, и ты не подумаешь, что он породист такой отсидит. Вот так. Они держутся очень грязно. Самое неверное описание. Живут как голубь с голубкой. Я говорю, ты видел, как они живут? Они непрерывно за место, за пищу. Дерутся всегда. Дерутся всегда. Вот у меня такой гимн написан. Для голубь с голубкой я с детства люблю его. С пользой от вас никакой. Вы без защиты не пейте к нему. Об этом особой строкой. У меня стихи есть и на музыку положено. О голубях. Все по Писанию, как в жертву приносили и как для нас. Там куры, здесь куры, здесь бинтанки. Там обычно Брамова, дальше вольер. Это такое утешение. Вот дал вам такую любовь к этому. А я вот с детства первую книгу купил с Успиком в зал. Купил книгу про птиц. Она большая, около 500 страниц была. Я там по отпечатку ног, по тени, Купилл. 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 Я ничего не знал. А птиц любил. Там разных соколин и дрессировал. Он сам в школе учился. У меня есть коршуненка достали одного. Он голубей таскали. А я тогда пошли в лес. Нашли. Двух отдал в зоосад. А одного воспитали. До того дети его любили. Лягушек ловили ему. Это он пищит. А сам метр тридцать крылья размах. И шел моросящий дождь. А у нас высотовольтная линя рядом. Поворот идет. А он за грачами улетел. Вот такое было. От него он много мяса давал. Он быстро рос. И прилетали другие коршунята и доедали. Долго они тут пошли. А мы как раз на молитве были. И дети увидели, он лежит у меня. Вот крылья росли, сырость была. И замкнуло. Ну я написал все это время. Коршуненок хоря крышка мёс и не боялся ничего. И вдруг любознательность тебя заносит на смертельный и последний круг. Это как бы к людям, где вот в опасности. И дети пели и плакали. А те коршуны другие прилетали на то место и долго кричали над нашим лагерем. Я начальник детского лагеря. Это такая картина запечатлелась. Это тоже часть нашей жизни. Все спрятались. Ну да, они сыты. Я их покормил. Потому что денег-то мне не дают. Я когда хочу показать людям, какие они на руку садятся во дворе. И начинаю там много сталкивать, варкует. Когда они кормят. Там в разуме я вышел? Конечно. А планы-то у вас какие? Планы наши такие. Мы все, можно сказать, посмотрели. С вами встретились. Сейчас беседуем. Там один датчик. Спасибо. Это. Серафим. 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 Ну и все. Утром мы в 4.40. Всегда завтра помолимся. На завтрак мы уже себя изготовили. И уходим. Мы ищи сказали, куда эти ворота открыли. А куда дальше ездить? Домой. А, на Алтаре уже? На Алтаре. Это последняя точка наша была. Мы прошли сначала до Байкала. Все видно. Все видно. Осталось. Теперь дошли под полную Москву. И оттуда во всех центральных библиотехах люди оставляли полностью 38 рублей. Это там богатейший материал. Один у меня составный симфоний на жития святых. То есть симфоний на механической клинике. Трех томний нового завета. Полным толкования по святой мацам и апокалипсисе. И у меня тема такая, название в мире открытым окном. Каждое круто 70-70 фонаристы. Трехтовые. Все долго, все долго. Я только слышал. А преподавал в Раду Кольверсиме Министерства. Министерства Раду Кольверсиме. И эти вопросы. Там все есть. Политика и экономика церкви. Работает на все вопросы. Естественно, слово Божие. Анонов церкви. И когда люди считают, они как впервые это верят. Сейчас мы беседуем с Ферафимой. Неучительный народ еще не знает. Патриарх Кирилл сейчас проехал, вернулся. И говорит, состояние церкви до Дальнего Востока. Серьез, духовная развада. Вот и ответ. Ну да, да. У нас, вот снимают опять обезобразие. Духовный центр у нас, а храмы пустые. Семинарий сколько, 20 лет здесь, а храм-то пустой. Он про это и говорит. Думали, говорит, наполнился, все так и будет. Не будет так. Нужно иметь так. Нам необходимо переформативное создание народа. Мы должны по дискуссию, там говорят, о перекрестке, улице, везде. Андреев Бураков, ну по разуме относится. Но он точно говорит. Если мы это не поняли, не выйдем к молодежи, 60 и 50 лет будет московской подоплатой. Не больно. Так это никто не сомневает. У нас ничего нету, не хотят совсем. Тысяча населения, 6 человек расписали. Бабу что ли? Да. Вот я бы и преподал. Если бы не камера, я бы раскололся. Я бы тут вообще сказал бы все. Я терпеть ненавижу очень. Тихо, это понимаете, не для одного человека. Я бы тут не сказал бы все. Да. Ну, сейчас здесь. Мы приехали сюда с радостью и ездили, либо здесь сеть обои, я не знаю. Подбираем, как правило, где-то на стадионе где-то, или в Гонку Тур, называем его. Уступаем доедем. Если храма нет, направляем здесь, в какой-то месту у нас под Максим Аштабольский. У нас под Максим Аштабольский. Он не так, это простой, но и так у меня как миссионер отдельно где-то работают. И Господь показывает, что ты не безуспешен. Это не на них, как немцы, по моему доме приходили, а мы должны все еще раз. Вы меня в ковозоне готовы обрадовали, я того ликует душа. Первый раз встретил. Я говорю, это батюшка не староврядец. Понимаете, у нас вышла большая статья Да, Алтайская правда, это центральная Алтайская правда, и написано, что у злого человека голуби не водятся, а дальше злые люди голубей не держат. А я с сестрею говорю, она у старобрядки, я говорю, а ты знаешь, что они голубей не держат в рот, она говорит, да не может быть, давай следовать ни у кого, нигде. И наконец нашли одного в Красноярске. Да, какой он? Да он в прошлом году пришел от Иконьяна по православной педали, да какой он старобрядок? Она говорит, храм строили, а ты голубей не трогай, и говорит, ко мне не педали ему. В старобрядке в голове никто не держит, нигде, на 8 лет. Слово человека голубевует. Абсолютно, ну это моя родина. У нас все родители, все будут старобряются. Я это знаю. Кирилл Сахаров, который там все ведет, постарабляешься с ним, спрашивает, ну возможно ли как-то где-то, я говорю, миллионы доли процентов нет. И с ними разговаривать, он не только за стенкой живет. Они в мыслях даже не допускают, что никто мог спастись. Так откуда тебе знать-то это? Вот два тверста так Христос молится. Да Христос как мог так молиться, когда еще креста не было на Голгофе? Какой бы Он крест совершал, когда Его не было? Христос мог молиться так, как молится сегодня в синагоге, по-другому Он не мог. Надо просто сказать. Нет, это определенное. Христос никуда ни денег не денешь. Даже по стране не нашли. Ладно. Заставим. Не хотят, не знают, на ощупь не хотят заставим. Да. У меня прилетел еще какой-то, носим какого-то стального цвета до лука. Никаких признаков породистости нет. Ни чуба нет, ни обложки нет. Но до того хорошего. Это идет столбок. Я даже не знаю, какой она породит. Вся одинаково стального цвета. Бьет она, да? Дымчатого такого. Знаете, если бы я увидел на улице, даже внимания не обратился. Вообще никаких знаков породистости. Но рождается от нее пестрая все. Она с белым сошлась. Наверное, мраморная что-то есть. Может быть. Бакинка, наверное, обычная. Бакинка, да. Эй, продеклопосил всех. Пролил деклопосом? Нет. Под крыльями, под хвостом. Все. И пероед. А, нет. Да. Потом птенцов поднимаешь, гнездо деклопосом залил. Туда птенцов опять. И еще? И все. Никаких паразитов нет. Я их продеклопошу туда. Они сидят, чешутся. Они же бегают от тебя, паразиты. Почешутся, почешутся, смотришь в следующий день. Все здоровье чистенькие, аккуратненькие. А то некоторые там что-то растворы, какие-то таблетки стирают, и полощут, там сушат, и что-то развешивают. Какой-то больно смело так. Да, все так делают. Запросто. Деклопос, ну все. А пусть они у вас линяют? Вот они, сейчас линяют. Что, шею голову? Я же в подвале держу, а шея, это же последняя уже самая шея. Она же последняя уже. Когда вот они неприятный вид такой некрасивый, это шея как раз, голова. Это последняя голова. Сейчас у них муховые перья выпадают. А пух потом пойдет. Вот так кашель голубям. А я же зимой в подвале, у меня самый лучший, как бы, кого-то мне нравится, в подвале там. Они у меня пают зимой. Если бы я был рядом, батюшка, я бы попросил вас, но нам не довести. Жара. У меня сейчас везде голуби из Алтая, брат передал. Их, во-первых, в Ильбийске купили, голубку. Мужик уехал в Красноярск по делам. Я говорю, приехал сюда. На следующий день голубей привез и в последний раз поил в Красноярске. Все. Привез он из Красноярска, из Алтаев, Красноярска сюда и жива, здорова все. Я раньше тоже с Москвы возил, в день по два раза накормить, напоить. Как покормил, сумку затолкал, везешь и молчок. На крючок предпроводить, может не знаю, что-то любил из них. Там где-нибудь водички налил, пару горошек заболтал, все и нормально. Несправьте в воде. Потом пассажиры, оказывается, голубев с нами. А как ваше собраться, смотря на епископ? Запускаем на все праздники, крещения запускаем. Открытие вертепа на Рождество запускаем. Как запускаете? Благовещение. Я приношу в коробке, раздаю детям, гимназистам. И они прилетают сюда? Да, конечно. Вот Кремль живет. А потом гривоны-то умницы, они же откуда угодно прилетают. Если они в точку поднимаются, то все видно. У вас никто не считает? Нет, нет. Проблемы, держим. Как раз, представь, я убирал. 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 Как это убрал? Что за что убрал? Все, мы говорим. А одно время они неслись, и много было там в Кремле держало. Я в теле прям держал. Они в теле лежали. И я варил яйца, и кушал яйца, все нормально. У меня две комнаты. Я выходной день открываю. Ложишь на пол, они приходят в келью ко мне, пешком оттуда с Голубей. Из соседней комнаты приходят, давай обои обрывать, штукатурку клевать. А это повод, чтобы генеральную уборку. Они, значит, уйдут потом все, а я полы мою. А в келье жили сначала. А там зайдите в Кремль, в Кремль зайдите. Мьолах, это губернатор Ямала, подарил владыке Голубей. И там две, три породы. Павлины есть, индийские, русские павлины. Потом там пудрявые голуби. Зайдите в Кремль, видите, они прямо на улице живут. Валерий. А вы знаете цену? Какая у вас самая дорогая Голубя? Ну, где-то 8000 вот листовая, там 5-8000. Чего 5-8000? Ну, тысяч рублей. Рублей? Нет, у меня. Наши вернулись с Москвы. Голубя тех, которые в Кремль воротах у нас приходили. Давали вот тебе 10 тысяч долларов за Голубку, и они продавали. Смотри, какие Голуби. Есть Голуби, они, может, некрасивые, но они у Кремль воротах. Или у Нью-Йолова, или у Блея. А вы сейчас Кремль вороты знаете? Конечно. Так вот, они же там у нас выставки организовывают. Да. Он приезжал, но в Тюмени с ним вместе встречали? Да, вот Голуби как раз в Тюмени у них летали, когда его пискали. Кстати, я была, они там у нас как приезжающие колмоза. Я к тебе говорю, цены цены Голубей не от того, что Голубь хороший, а потому что он хороший в руках был. У такого-то человека, Иванов Петров Сидоров. И при том количество их крайне ограничено. Писали они недавно, но верить я не знаю насколько это, продали Голубь в Японии. И в Москву прилетел, это самый дальний перелет был. А это почтовые, это японские особенности, они через море прилетают? Не написано какая порода, какая скорость приворота пишет об этом. Из Японии, представь, до Москвы. И она не видела дорогу, когда везли ночью. Почтовые? Хорошие мозги значит есть. У них там какая-то, когда они влетают, по времени смотрят, счетчик стоит при входе, он они срабатывает какой-то. И после этого они публиковали. Но у них долетело, кажется, более 70%. На самом деле это в дороге, там, Ястрик или то. Сейчас видите, сотовая связь мешает. Вот авлокаторы, вот эти аэродромы. Да, отрывает видимо эта связь. Да, и они не могут выйти. Из городов больших выйти не могут. Из Москвы очень сложно выйти. Потому что, я считал про это, когда делают какие-то магнитные специальные вещи, они тогда не знают, куда летят. Пчелы нервничают тоже, когда рядышком сутут телефон, они спутаются. Если человек у него сдается, он две минуты, но еще махнулся. А держал кто? Брежнев держал? У Зыкина были прекрасным голодом. Показывает. Мы дорогие хриспоминания. Показываем фильм Брежнев, когда он нашел свистеть. И мы говорим, паралит его хватило. Кто играет? Какой-то Шахторов или кто? Ну, как вот копия. Он там с голубями какой-то. Брежнев играет. Он даже на артиста не похож. Как будто это сам Брежнев. И вот он вышел там, ну, военный, там видимо, побегающий. Начинает гонять. Он внизу пальцев раз взял, нашел свистеть. Глаза закатил и начал падать. Вот тут поддержали, видимо. У меня брат держал голубку, на третий год встал. На третий год. Гонял, гонял, на третий год в стол пошла. И при него вот только встала, в стол пошла, и ястреби забирают. Так он говорит, у меня сердцем плохо. И он от упал, с тех пор говорит, не гоняю. Сердцем плохо. Я верю в это. Верю просто. Кстати, когда он гоняет, он у него в глаза кровью наливает. Все, что под руками, помидоры. Земля. Да. У него уровень земли на полметра ниже был, чем у соседей. Всю землю соседей перебрал. По линии. Все, что под руками попадет, все. Потом давай ружье уже. Воздушку взять купил, значит там. Все. Ему запрещено гонять голубей. Просто запрещено. Потому что нервно идти хватит и парализует. Вот какое дело. Он у меня занимается бурнотами собрать эти голуби. А у меня так. Ребятички, которые хорошо себя ведут в лагере, имеют льготу утром гонять голубей. С голубяки сгоняем, а они летят и на какие-то провода садятся. У меня длинные такие шесты. И они везде расставлены, около каждого провода и дальше по деревне. Там, которые на болоте, там везде машут, не дают садиться им. Это картина. А я видел голубятника. Вот значит, у него целый город голубины. Дом как дом. И вот прямо дома для голубей. Голубя-дром. И здесь, смотрите, нитки, тополь. К веткам привязаны веревки. Все дергает, там кто сел. Там, значит, еще там сосна какая-то. Точно у меня это. У соседа у него большой дом. Вот в одном месте, вот здесь, как бы на колокольник. Приниматели. Потом у него какие-то там ночные ходы. И я там просился. Доля какой-то там и грузинка. Еще просить пришел, он не поймет. Я говорю, на крышу вам залезьте. Мне надо бутылки подвесить по ШМТ. Я их подвесил. И сейчас я дерну здесь, а там провода. Как это так? Представьте, я туда лазил. Севером тащили вместе провода. Подскажи, мне 70 лет, мне 73 года. Я по крышам лажу и вешаю бутылки там. А у них там камушки, чтобы они гремели. Ну, дернул там, они взлетели. А у соседей залезли. Там большая была деревянная антенна. Ее спили, спили. У меня студент, значит, вот там, это голубяк у храма сначала стояло. Голубь улетел, значит, на дом, на двух хозяев. Он заходит к хозяйке. Можно на крышу залезть, голубку спугнуть надо? Говорит, пожалуйста, залазь. Он, значит, залазит на крышу, а голубка переходит на вторую половину дома. Какой-то другой хозяйке. Мой, значит, студент ползет по крыше. Голубка прилетает на другое, ну там, сооружение какое-то. И вдруг открывается дверь, из бани выходят женщины. В чем, мать-то, дела? Она такая, а ты что здесь делаешь? Голубку, говорит, ловлю. Она в шоке, представьте, твое жилище, твое дворное. Ее еще не видят, а тут у вас с крыши все видят. А парень, мол, человек сидит на крыше. А ты что здесь голубку ищешь? Поповерь. Русской голубины папарацци. Не, попробуй поверю. Докажи, что вот так вот голубку. Ну, вот так вот голубку ловлю. Леший батюшка воровал голубей. Это диких, когда надо было. Они на магазине были. А мы приехали за 15 километров. В нем все присмотрели. Если прыгать оттуда, чтобы внизу железек не было. Залезли, все закрыли. И 300 голубей увезли. 300 голубей. Мешок оттуда. С собой ружье. На коня и 15 километров степью гнали. А сейчас он приехал. Ну, помнишь, как мы голубей-то. А дикари? Не дикари. Обыкновенно. Я отбирал белых. Таких породистых вообще. В городном связи нет. Но я отбирал белых. И из них тогда уже старался. А, и получалось? Получалось. То есть белые дикари были? Да. Белые дикари. Я их много набирал. А остальные... Мы тоже в детстве. Рябчики, как мама говорила. Обжарят в русской печи. Это же деликатес. Да. Я ни разу не голубей. Люди не знают, что это. Считают житие святого филарета. Милостиво. Это я житие-то насчитывал. Я поэтому знаю. Когда выдавал дочь. А дочь выдавала за царского сына. И были у него, говорит, индейки и голуби. Голуби поминается. Это в одном только житии. Голуби. А с голуби. У него настолько тонкий аромат, когда варит. Я, кажется, это не его вообще-то... Так постный день, так это вот всё. Так это, в Равенне, там же очень много на стенах фореских изображений голуби. Это в Италии. Да. И есть даже такое предание, что когда епископа выбирали, как выбирали, на кого был учредит? Ну да. Ну как бы предание. Сейчас открыть надо, заходите. Миша там шуберкута закрыл, чтобы гонять их. Вон, вон, жёлтое пятно тут. Сейчас он, смотри, будет убирать. Точно это делаю. Сижу, бесят. Вот тоже. Походим, дадим знак. Купил ему подарок. Понимаешь, это любовь. На семитском перевале. Бачка, тебе про тебя не надо ещё не рассказывать. Ты лезь в голову. Да ну, ладно. А пшеницу мне там вот, могу показать. Пойдёмте. Кстати, я сейчас скажу на маленький момент. Пришёл корреспондент, брать у меня интервью. А мне осталось 4 месяца до 70-летия. Ну, меня Волтайка хорошо знает. Я говорю, мне осталось жить 4 месяца. Я говорю, почему? Написано для человечники 70 лет, приборщик крепости 80. Мы разговариваем. Я вспомнил, что я и голубей, чтобы показать ему, я их вынул и закрыл виток, и забыл открыть. А в темноту они не полезут. Да ладно, я заранее туда им свет провёл, свет включил, и они по одному, по одному, по одному залезли. Я уже не до корреспондента, не до чего. Они на улице остались у меня. Это любовь. Один меня в Барнауле таксист подвозил, говорит, держал голубей, и потом бросил, перестал. А получилось что? Ночью ласка залезла, значит, в голубятню, и они все повылетали из голубятни, сели на крышу. Ночью прошёл дождь, они промокли, а на утро заморозят. Я говорю, прихожили, дышки стоят, в лёд превратились. Ну, погибли. Да. Всё, говорит, с тех пор, я говорю, не держал голову. Ну, у меня когда дождь, вот, наверное, додвигается, ветер сильный, все высыплют, и крылья, вся эта им промывка должна быть. Сегодня утром дождь был, так я вижу, крылья подняли, я им сразу таз с водой, всё, они туда поныряли, все, подпукались. О, разговор. На уровне. Я душу-то отвёл, как? Всю дорогу везде еду, а едем там в Кеймеру, от Байкала, представь себе, и МИД где не... Мы со студентами, как я заведующий был, я даже студентам обещал, кто увидит голубятню, в день каникул добавляю. Вообще никто, кроме меня, голубят не видит никто. А одна студентка говорит, увидела голубят, но там голубей нету. А мы говорим, зачем мне полдня каникул, полдня? Ладно уж, ничего. Голубятня. Просто голубятня без... А вот ездил сейчас, в прошлом году по Киеву, о, по Киев, значит, весь объездил, потом западная, начиная с западной Украины, Карпат, и до восточной. Значит, голубятин вообще нету. В Иоанна Франковске, на вокзале посмотрел, почталь намешанный с чем-то там, Николаевский там тоже видно, что там, я вижу, что там у него, в нем намешаны породы-то. Конкретные породы видно. Говорю, ах ты дорогой, где ж твои там родственники-то, где хозяин-то тут. С стаффор с торчаткой какой-то. Да, 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 жалко. Голубятин нету. А как только в Россию въехал, сразу сложил голубятни, как грибы пускать даже. А вот мы пошли в Красноярск, и там в Иркутск, ни одной голубятни не увидели. Мужик плохо смотрел. Сейчас многие одержат вольеры, даже крестовин нету. Просто вольеры, почему? Потому что в Ястребег, везде сейчас такая проблема. Мы в одном районе были, там черная курьера. Ну и мы распоряжаем деревья, по частям, каждый думал, чтобы заходить. Я глянул через озеро, в Волуги летает. Я свой участок другому отдал, благовестникам. Пошли туда, нашли. А откуда ты такой мужик? Я с Казахстана приехал. Говорит, ты ничего не привез, еще семью не перевез, а голубей перетащил. Да, да. Он у меня на снимках. Видел какой? У меня голубка была здесь, представьте, она жила в тюрьме в тумбочке. В тумбочке, желтая голубка бесхохлая. Да, вот она в тумбочке, в тюрьме жила у кого-то. Меня спрашивают, а в Старстве Небесном будут голуби или нет? Я говорю, согласно Слову Божию будут. Апостол Павел говорит, вся тварь в совокупности на этой мучевице, когда будет освооружена, отравится перья, посадит римович. И Анна Тауст говорит, ни одно творение, Божие, не исчезнет. Будут они. Не машут крыльями только. Может и нет, оттолкется от человека. Третья книга Едер говорит, из всех птиц возлюбил голубицу, из всех зверей, не перечисляет, из всех скотов, из всех гор Сион, из всех цветов, из Лилия. Ну, что бокс здесь, из всех городов я насолил. Да. Не стал делать крест, ну крест, крест, просто не очень хорошо крест, просто так носки. Обычную крестовину делают? А которая может вас видеть, что занимается, скажет, чем он занимается? Никто еще? А кто? А соседи-то? Пожалуйста. Занимайся, занимайся. Никому какое дело? Голуби. Куры орут у меня тут, насажаются с 4 утра. Орут собаки тут. У меня, у меня там коза жила, гуси были. Вот здесь вот сейчас, до ремонта. Индюки жили. Утки, индоутки. У меня индоутки по комнатам летали здесь. Индоутка, ручная индоутка. Ее даже, она как у нас корова в Индии, индоутка, ее ребята купали, отдыхали, купали, в ванну воды нальют, и т.п. У нас священник один называл, индоутка, законенная, беззаконенная. Что, говорит, сделали? Да, да, да. У нас всякие, куры разных пород, пазаны жили. Вот я сейчас, что напрячу это вспомнил. А у Любы, это кур, 6 пород. Человек этим интересен, должна быть, кажется, своя изюминка. Это у шолохов, поднята, оцелена. Он говорит, вот сострогай все ветки, корутые, черешок убечатые, все одинаково. И говорит, у тебя одно увеличение, не у другого, другого, третьего, третьего. Ну, называют греховное. А когда, вот такое, чистое, святое, конечно, а расходы? Даже такой, ради вечера провести один, не хочу оставить. Не, не расходы, не расходы. Во-первых, это медпункт. Приходишь, и все заботы там остаются. Все, все, все там. То есть, очень хорошо лечить. Заходишь, у меня тут, есть народный депутат знакомый, ну, работу, понятно, хватает. Голубей, я не зашел сюда, буду все сразу. Я всегда, когда счета сильно, я все собрался, к голубям залез, отсиделся там, шпатель в руки, помер чистить, скоблить там, кольцевать. У меня страшно кольцевать. Я просто специально в Москву еду купить кольца, а не вот сколько, три рубля кольцо. Покупаю билет за три тысячи туда. С десятых колец, и вот жду, когда там десятый день питься. У меня именные кольца есть, самые разные. 12-й год. Люблю кольцевать, вы меня просто рады. Голуби, они очень быстро уводятся в новую породу, легко, быстро разводятся, браковать можно, так как много. Да, да, через полгода уже все. У меня рыбки там, у меня аквариумы, в монашском городе. Гупешка, она только через год может быть. Ты знаешь, что сейчас рассказывают? Покупай билет, три тысячи рублей в Москву, чтобы на лапку надеть это. Гупи, рыбки, они очень долго живут, ну в смысле, возрастают, чтобы потом дать потомство. А эти там, сколько? Шесть месяцев? Полгода. Что они уже там сколько, да? Эти, очень легко выводить, их новая порода, очень быстро размножается. Это не то, что там жеребец, когда вырастет, годы пройдут. А потом это, ну да, вот весной, например, они дали птенцов, сейчас уже, вот мне сели парить моих. Ранние выводки уже сидят. Может вас еще тут кто спасает в центре города? Вот это, я вижу, ни колонок, ни хорек, не наведывается. Голубятня железная, закрывается, и никто не залезет. Причем желание. Мало того, ни один жульк не залезет, там внутренний замок, это мне тут продали, голубят, наверное, ставили там направление. Если ее закрыть, там знаете сколько дверей? Внутри там, там внутренняя перегородка, дверь. Вот эта дверь, у нее, значит там еще решетчика дверь, закрывается изнутри, потом внутренний замок, и внешний замок, и еще вот на вольере. А кому сейчас голубя никому? Раньше это валюта была, сейчас никому не надо, сейчас никто не понимает. Вот хотя что с лопат. Да, сейчас сейчас они сейчас любую породу, приедешь новинок, что хочешь бери, любую породу бери, были бы деньги, а где-то и так отдают. Бывает к концу, к шапочному разбору подъезжаешь, час дня например, отдают, белый до учебок там, забирай как и хочешь, Николаевский просто батюшка тебе вот подарок бери, потому что никто не покупает, надеваться некуда. А старики в основном это кто? Ну вот, в основном это 50 лет такие. Ко мне пришел один, я голубей привез, я посмотрел, я говорю, у меня такой породы хватает, ну возьми, ну пожалуйста, четыре штуки. Почему? Товарищ в Афганистане погиб, был голубятник, ну память его, понимаете, такая связь между погибшим, и он занимался, если да, ну пускать, может заразить, да нет, они чистые голуби, ну, так пуще незаметно будет. А собаки у вас какие? В артерьеры, вон там сидит, слепой, глухой, уже не лает, он сейчас бы лаял, но мне просто. Он кинолог профессиональный, собакам еще интересуется, на ресторанование. Вот он меня что-то, а, вон как, я переживаю, ну ладно, глаз что-то побелел один, но что-то он какой-то, ему раз зубы выбили, зубов нет с одной стороны. А кто? А тут бандиты были, ну все эти строители, пьянствовали, я с ними ругался, а они видимо там сидеть решили, то что я там, как-то его прессовал, и ночью он пьяный тоже был, и какие-то, монтажка ему, и выбил зубы, ну мы его в ветеринарку сносили, вырвали, но я думаю, говорят у них какие-то клещи в ушах, да, могут быть? Да, да, именно так. Вот, потом вот, что-то он не лает, вообще, какой-то пассивный, сидит в будке, а в старом? Ну старый, так как понятно, он не слышит, он не слышит, они тогда полностью глохнут, и слепнут. Ну уже посмотрел, не разбираюсь, но что-то вроде так, а в ушах клещи есть. Можно глянуть, вот он сейчас, просто на вид такой, ну что-то вот, в последние годы, вот такой вот, он, бомжевал, то есть, там надо, чуть-чуть. Ну, вот кот мой. А погладить тебя можно, а? Хороший кот, он осещательный котик. Да никакого, он ручной котик. Был женский туалет, раньше, а сейчас я вот сделаю, женский туалет, вот сделал, пурятник. Там этот орёк, нет такой, сидит-то. Ну вот, вы говорите, не лает. Не лает. Тушко совсем подошли вплотную. Молодец. 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 Заморник одессил. Ну вот, что-то вот, видите, красный, вилял, вилял. Заморник одессил, посмотрите, да. Заморник можно посмотреть. Ну, что-то он это, бассейн, ну, может старый стал все-таки. Да нет, он в хвостом то виляет. Не надо все уходить. Я не открываю, я. А, я не могу выходить. Дело в том, что тут очень много народу бывает, когда стройка два года проходит, он же устал на кого-то лаять. Это я понимаю, профессионал, а я-то любитель, это голубёк. Вы под его началом думаете? Да, теперь мы согласились с этим актом, остальных вопросов уже не было. А, то есть вы зарубежно? Да, пять лет назад мы вошли, это вообще не все. Это по одному слову, допустим, вспомни, житие святого, что-то там было, о чём тут говорится? Воля, проявление воли. Ты сразу найдёшь, считай, какое число, кто это сделал. По-любому, одно слово ты вспомни, житие святых, и ты найдёшь, когда было, а дальше открывай книгу и считай. Видите, как? Симфония спословая. А вот эта симфония, ну не канонические 11 книг, самая лучшая в мире. Лучшая в мире. Это, которая не канонические книги. Какая книга и как, а в урозовую книгу будет считать. Ну, это для специалистов. И вот три книги. Первый, второй, третий том. Полное толкование нового завета. Подарочное. А кто там толкователь? Толкователь Блаженный Фефилак. Ну, это есть же для... Эээ, это не то. Другой, что ли? Другой перевод или как? Это перевод, и кроме того, 297 комментариев выделены. Выделены. Блаженный Фефилак. И добавлено откровение, толкование по всем святым отцам, откровение. Вот он написан. Чтобы вместе не издавалось, отдельно издавалось. Чтобы вместе... Вместе никогда не было, чтобы новый завет от корки до корки без толкового был. Этого не было. Это впервые издали. За 2000 лет. Это второе мое издание. Что за много перегруз? Жизнь длинная. Это минимальный комплект. Мы-то по 38 дарим. А это всего 6. Мы сами раскрасили. Это лучший иллюстратор Библии. Это мы раскрасили. Это уже 280 лет. Впервые он раскрасил. Он черно-белый золотой. В полный лист без обрезки. Это тоже впервые. Дальше. Какие местописания Фефилакта? Я их выделяю, на что обратите внимание. Видите как? Я ничего не добавляю. А вот это вот, Игнатий Лаптик. Это дается комментарий на то, что здесь говорится. Я добавляю. Из Блаженного Фефилакта. Я на Кронштадт. А по этой же теме, что нужно проповедовать. Нужно изучать Слово Божие. Сегодня особое большое внимание. Потеряш Кирилл этому уделяет. Он понимает это. Без этого просто ничего нет. Комментарий. Не толкование. Комментарий вот этих слов, которые выделены. Я их несколько раз повторяю. И дальше начинается опять. Вот Блаженный Фефилакт идет. Идет. Опять в какое-то место такое встречается. Вот. Ну, я сам в Дверской занимался. Я делаю большое. Видите, как выделено. Идет. А дальше. Где вы. Комментируете. Вот здесь. Только вот. Вот это. Оно другим шрифтом. Это же самое. О чем он говорит. Я стараюсь выделить. Чтобы я заговорил вам просто. Это тоже первое. Второе. Право. Деревня православная. 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 Да. Ну все, ребята. Расходимся. Я ухожу. Так я схожу туда и. Все у нас, как говорится, до конца доехали. Монастырь нам не столько даст, только общение здесь вот с дорогами. Ходить стены смотреть, это нам ничего не даст. Ну, в смысле, по прямой. Да? Это. Я бы видел, когда в раз служили. Общение с живым человеком все абсолютно превышает. Для меня общение с народом, аудитория, это как писал. Пойдемте. 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 Ну все, ребята. Это что у нас?